МИХАИЛ АНТОНЧИК С 2006 года проводит открытые обучающие семинары и авторские тренинги. Консультирует первых лиц компаний. Оказывает психологическую помощь. Хотелось бы сегодня разобрать ситуацию многим знакомым. Все мы когда-то перед кем-то бываем неправыми. Но нам зачастую, к сожалению, тяжело извиняться. Почему тяжело извиняться перед другим человеком? Это интересный феномен, я его исследовал. Здесь нужно понимать следующее. Есть некоторое поведение, я что-то делаю. Например, я вот сейчас отвечаю тебе на вопрос. А есть намерение, то есть для чего я это делаю, чего я хочу. И оказывается, наше намерение может быть положительным. То есть я хотел чего-то хорошего. Но с помощью того поведения, которым я решал эту задачу, я, например, доставил кому-то из окружающих, там, из близких или не из близких, некое неудобство, дискомфорт или, может быть, даже обидел человека. Так вот, люди, которые легко извиняются, они понимают, что проблема не в намерении, то есть не в том, зачем я это делал, а проблема в том, как я это осуществил. И тогда они говорят, извини. А люди, которые не могут извиняться и которым трудно извиняться, они думают, что им нужно извиниться за свое намерение. Понимаете? То есть, а намерение-то благое, почему я должен извиняться? Я хотел сделать так, чтобы люди улыбались, а двое из них плачут. Но еще я должен извиняться, у меня же было нормальное намерение. А для чего просить прощения? А прощение я прошу, когда или другой человек просит прощения, для того, чтобы показать, что я понял и принял обратную связь от другого человека, осознал, что мой способ, которым я решал сейчас свою задачу, для этого человека оказался не до конца корректным, и что я готов, в принципе, изменить свое поведение. То есть, это в том числе, когда я прошу прощения, опять же, возвращаясь, зачем это делать, да, не для того, чтобы отказаться от своего намерения, а для того, чтобы показать, я осознал, что путь, которым я решал эту задачу, нужно подкорректировать. То есть, тогда человек понимает, что его эмоции были восприняты и поняты. Это такой способ общения между нами и налаживания взаимопонимания. Ну и самый главный вопрос, как научиться извиняться? Для того, чтобы научиться извиняться, да, во-первых, нужно обратить внимание, что перед тобой извиняются другие люди, и они от этого ничего не теряют. Нужно, во-первых, в тот момент, когда кто-то извинился перед тобой, задаться вопросом, стало тебе легче или нет, дало тебе это что-то или нет. Когда ты понимаешь, что тебе это что-то дало, что ты что-то понял о том, как изменился ход мыслей другого человека, тогда легче и самому это сделать. А. И Б. Извиняясь, помнить о том, что ты извиняешься не за то, что ты хотел сделать, а за то, каким образом это произошло, тогда становится намного проще. Да, извини. Я действительно... Вот почему люди иногда говорят, извини, я не хотел тебя обидеть. Они говорят это потому, что я хотел на самом деле, предполагая, да, что я хотел на самом деле какого-то другого результата достигнуть. Даже вот в этой фразе, извини, я не хотел тебя обидеть, или извини, просто я не хотел. Люди указывают на то, что у них было другое намерение. И тогда становится проще. Ты понимаешь, что ты извиняешься не за намерение, а за способ его реализации. Центр «Русская НЛП» во Владимире. www.vladnlp.ru Телефон 915-755-57-58 Вопросы, в которых вам нужна психологическая помощь, присылайте по адресу вопрос-собака.vladnlp.ru И, возможно, именно вашу ситуацию мы рассмотрим в следующем выпуске проекта «Разумный подход». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова